11.06 в Кирове начинается программа Дневной разворот. Сегодня среда в студии Николай Голиков и Светлана Дзеньков. Всем добрый день. Добрый день всем. Оля, новость, которая сделала мое утро. Сейчас не про Улюкаева, нет. Как раз про спорт мы сейчас дослушивали московских коллег и их новости спортивные. Мне очень понравилась сегодняшняя утренняя дискуссия в утреннем развороте и новость, которую обсуждали. Телеканал Спас, православный телеканал Спас заключил договор Российской Федерации хоккея с мячом о трансляции матчей русского хоккея на телеканале Спас. Тебе должна понравиться эта новость? Да, это прекрасная новость. Во-первых, хоть кто-то будет транслировать русский хоккей. Во-вторых, я полагаю, что телеканал Спас, видимо, богатый телеканал, способен поставить такую аппаратуру, которая позволит эту трансляцию вести. Это очень сложно, в отличие от хоккея, шайбы и футбола. Хоккей с мячом требует, судя по тому, как это делают шведы. Вот никто не подумал, кстати. А этот вопрос не обсуждался, кстати, насчет того, за чей счет и как будет осуществляться трансляция. Ну, обычно, когда права на трансляцию продают, то Федерация получает какие-то средства, да? От телеканала Спас. То есть РПЦ будет спонсировать русский хоккей. Ну, это патриотично. Наконец-то! Наконец-то что-то спонсируется. Ну, кстати, вот все-таки не светит, наверное, хоккей с мячом называться русский православный хоккей. Православный, наверное, не светит. Все-таки самый распространенный в Швеции этот вид спорта, правда? Ну, он не только в Швеции, но вообще в скандинавских странах распространен. И как бы там он называется бенди, и слова русские никто к нему не применяют. То есть русский православный не будет? Или будет? Ну, я не знаю. Подождем, увидим. Слушай, будет интересно еще. Вот эта история с тем, что как же это все будет осуществляться. Ведь нужно деньги спонсора как-то отыгрывать, да? И история с выносом хору, и там, и вот это вот, не знаю, креститься передать. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Скоро сезон начнется. Но вдруг поможет, ведь в конце концов он Спас. Ну, хорошее слово Спас, на самом деле. Тем более, что, ну, по крайней мере, этот вид спорта получил хоть какую-то финансовую поддержку. Да, слушатели, но мы не о хоккее с мечом, и не о телеканале Спас, и не о русской православной церкви сегодня говорим, а говорим о совершенно других вещах. И в первом части мы хотим с Николаем пообщаться с вами, слушатели, на тему того, кого вы хотите видеть во главе нашего города. Естественно, все это в свете предстоящих выборов в Городскую Думу. Пошли уже первые заявления от людей, которые избираются в Городскую Думу. Наверное, не прошло мимо ваших ушей интервью с Василием Сураевым, которое транслировалось нашей радиостанцией в понедельник, где Василий Куприянович заявил, что он готов возглавить город, и даже пояснил, как он это будет делать, и почему он это собирается сделать. Дальше были комментарии от представителя партии ЛДПР Владимира Костина, которому мы позвонили и спросили, а что вы как-то будете объединяться, вот, да, оппозиционные партии. На что Владимир сказал, что Василий Куприянович, конечно, хороший чувак, но у нас и свои крутые дядьки тоже есть, так скажем, да. То есть у нас будут, может быть, свои кандидаты, но ничего определенного не сказал. Потом, значит, пошло какое-то возбуждение в интернете по поводу вот этого заявления, которое Сураев произнес, а что они договорились с Васильевым и, наоборот, не договорились с Васильевым, а где Валерий Васильевич Крепоснов, которому приписывают желание возглавлять город уже очень давно, ну, впрочем, как и возглавлять губернию нашу, тоже приписывали такое желание. Сам Валерий Васильевич никак не обозначает свою позицию лично, да, ну, какие-то истории вокруг происходят. Мы эти истории тоже сегодня будем Вам, слушатели, описывать, но первое и главное, 211-101, номер телефона прямого эфира, 211-101. Мы хотим пообщаться с Вами, и в связи с этим у нас есть опрос на сайте хакеров.ру и в нашей группе ВКонтакте. Новый глава города, с Вашей точки зрения, должен быть скорее политиком или скорее хозяйственником? Ну, или третий вариант, конечно, самый хороший, нельзя ли как-то это совместить? Пожалуйста, заходите, голосуйте, я тоже вот сейчас проголосовала и смотрю на эхи Кирова, значит, такой расклад. 45,5% говорят, что должен быть скорее хозяйственником, 36% желают, чтобы это было совместимо и хозяйственник, и политик. И политика видят во главе городской думы, вы лишь 18% проголосовавших. Ну, это еще очень много насчет политика, потому что вот я смотрю наше голосование ВКонтакте, там скорее политикам всего 3,4%. Ого! И совершенно подавляющее большинство, 56,9% считают, что глава города должен быть скорее хозяйственником. Ну, и оставшиеся 39% с хвостиком процентов предлагают все это как-то совместить. Универсал. Универсал. Политик хозяйственный такой, да? Нет, ну вот согласись, Светлана, вот этот вопрос... 211-101, звоните и высказывайте. Да, 211-101, звоните и высказывайте свое мнение, я просто попробую высказать свое, потому что мне кажется вопрос несколько надуманный. Потому что если посмотреть на всех наших первых лиц, неважно какого уровня, да, там федерального, областного, муниципального, там не получается разделить-то эти функции. Нет, у нас даже вот президент вроде бы, да, вот есть у него премьер-министр, но мы же видим, что хозяйственный вопрос реально в стране решает президент. А он хозяйственник у нас, как ты думаешь, президент? Он когда приходил к власти... Сколько процентов хозяйственности у него там? Хозяйственником явно не был, то есть он такой человек был из другого немножко клана, ну слушай, за эти годы научился хозяйством. Ты видишь, что хорошо ведет хозяйство? Хозяйство расцветает, российское. По крайней мере, когда он решает вопросы какого-то конкретного хозяйствующего субъекта. Они тут же решаются. Они тут же решаются, да. Конкретные вопросы конкретного хозяйства решаются тут же. Вот начиная, по-моему, с чего, помнишь, когда он с Дерипаской-то это, еще вот, ручку-ручку-ручку-то, да, вот. Вот тогда все поняли, что Путин способен решать хозяйственные вопросы, да, несмотря на то, что у нас там власть так это разделена на политические функции и прочее. Но то, что Владимир Владимирович политик крутой, тут ведь не поспоришь. Нет, безусловно. Не поспоришь. Но это его главная по идее функция политическая. Хорошо, а мы кого хотим видеть во главе нашего города, политика или хозяйственника? И вот заявления людей, которые сейчас идут уже на выборы в городскую думу, тоже, пожалуйста, оценивайте. Мы в начале программы вам программу напомнили, что первый есть желающий возглавить город Василий Куприянович Сураев, он заявил об этом в нашем эфире. Второй есть как будто бы, по слухам, да, Валерий Васильевич Крепоснов, пока еще нет четких выводов и объявлений, да. Да, соответственно, Валерий Васильевич не заявлял лично, но говорят, что да, у нас есть звонок, у нас есть звонок. Слушай, тут интересно, у нас звонок есть, да? Да, давай примем звонок. Алло, добрый день. Алло. Алло, алло. 211-101. Алло, добрый день, представьтесь, пожалуйста. Алло. У нас есть звонок или нет звонка? Алло, добрый день, говорите. Нет звонка, сорвался. Попробуйте перенабрать. 211-101, какой нам нужен мэр? Я хотел, вот ты когда стала называть фамилии, хотел сказать, что у нас в комментариях к опросу в группе ВКонтакте, да, сразу некто Александр Захаров пишет, лучше бы сразу сделали опрос. Сураев нам нужен или Крепоснов? Да, вот люди-то пишут, но мы не понимаем, да, вот Сураев определился, а Крепоснов никак не проявился пока. Есть ведь другие люди, Владимир Костин сказал, который возглавляет у нас ЛДПР региональный, что есть свои, не менее крутые, которые способны. Опять же, Свет, давайте напомним все-таки слушателям, что ведь никто из нас мэр это выбирать не будет. Мы будем выбирать депутатов городской думы, прямых выборов нет, но поговорить об этом мы можем. Мы можем сейчас поговорить, но опять же, в чем прав Костин, что когда уже кого-то изберут, и будет понятно, кого избрали, из кого, собственно, можно выбирать. Тогда, может быть, уже поздно, давайте говорить прямо сейчас. Алло, добрый день, мы можем говорить, есть звонок. Алло, добрый день. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Мария Ивановна. Да, Мария Ивановна, пожалуйста. Я бы хотела Сураева. А, прямо так? Сразу? Да, прямо так, ага. А почему, Мария Ивановна? Ну, видите ли, про него очень много говорят хороших. Что он очень хороший, порядочный и умный очень. Кто это говорит? Это главное. Это кто говорит? А это я слышала, даже среди вот знакомых. А, то есть это ваши соседи, да? Мария Ивановна, но ведь хороших, добрых, там, людей честных довольно много. Да, да. И он хозяйственник. Вот. То есть он хозяйственник, это главное, да? И потом он очень болеет за город. Это тоже главное. Это то, что вы обсуждаете. Хорошо, вы назвали конкретную фамилию. Теперь скажите, пожалуйста, отвлечемся от фамилий разных всяких. Все-таки вы, как житель города, вам мэр какой нужен? Ну, мэр нужен такой, но не как Быков, который только дома от них строит. Опять к фамилии. Давайте без фамилий просто. Давай, может быть, сформулируем. Чтобы мэр, который будет избран, да, глава города, должен делать в первую очередь, по вашему мнению. Чем он должен заняться? Он должен любить город, любить, ну, я не знаю, но очень много должен делать. Нет, ну, скажем так, всего начальника. Владимир Васильевич Быков всегда говорил, что он город свой очень любит. Да мы все любим свой город. Ну, говорить можно много, но надо делать. Делать-то, чего он должен. Делать-то, что нужно. Ну, во-первых, дороги надо, садики надо, школы надо. Садики, школы, дороги. Да, потом, чтобы город красивый был, а не то, что вот дома строят, где попало. Придумал там, пошел и увидел, и поставил. Спасибо. Мария Ивановна была с нами на связи. Спасибо. 211-101. Какой вам нужен мэр? И пойдете ли, кстати, давай еще дополним, вы на выборы пойдете в городскую думу в этом году, 10 сентября? Я почему и стал напоминать о том, что у нас прямых-то выборов мэра нет. И для того, чтобы потом было из кого выбирать нам мэра, нам нужно сначала сходить на выборы, выбрать депутатов. Собственно, из них-то он и появится. А ты знаешь, Коль, у нас же был такой эфир, когда только Владимир Васильевич избрался в УЗС и возглавил его, то его пост занял господин Владыкин. И у нас был тогда эфир с Володей Сметанином, по-моему. Да, у нас был такой эфир, где мы спрашивали, вам нужны прямые выборы мэра или нет? И как вам Владыкин? Вот все, кто звонил, все говорили, что нужны прямые выборы мэра. Хотят сами люди выбирать, понимаешь? Для этого, мне кажется, даже на радиопередачу делать не надо. Это естественно. Люди хотят сами выбирать главу своей муниципальной власти. Это нормальное желание. 211-101. Добрый день. Здравствуйте. Алло. Вы в эфире. Здравствуйте. Так. Дмитрий Русских на связи. Мы понимаем. Да, вы мне набирали. Здрасте, Дмитрий. Наши редакторы вас набрали. Вы часто высказываетесь по поводу того, какой нам нужен губернатор, какой нам нужен мэр. Вот у нас сегодня есть такая возможность определиться, в конце концов, с теми вещами, которые в первую очередь должен делать мэр, чтобы нравиться своим горожанам. Ну, вот смотрите, я слышал вас эфир. Однозначно тоже считаю, что кировщане должны сами выбирать мэра. Это должны быть прямые выборы, а не втихаря, как у нас это происходит. Какая-то группа депутатов там во главе с олигархическими структурами решила, кто им нужен в городе. Такое ощущение, что это их город, а не наш. Значит, во-первых. И второе. Конечно, очень важно, кто будет главой города даже при той ситуации, которая сегодня есть. Ну вот, наверное, это основные вещи, которые мы должны все прекрасно понимать. От этого человека очень многое зависит, как будет жить и развиваться город, и как в этом городе жить кировчанам. Ну, все-таки какие первые должны делать шаги на своем посту мэр, чтобы люди сказали, да, у нас есть мэр, и он наш. Или, скажем так, у нас появился настоящий мэр, наконец-таки, да. Все, ребята, все понял. Вот смотрите, только есть одна большая проблема. Так как у нас сегодня нет мэра города, у нас есть глава города и глава администрации, то это функции совершенно различные. Если бы у нас был мэр, то в данном случае он бы отвечал за все. И мы бы говорили, что нам нужна программа, нам нужно развитие и все прочее именно от одного человека. Сейчас у нас два человека. То мы сегодня обсуждаем главу города. Значит, то в моем понимании это как президент, он гарант конституции. То глава города как раз является тем человеком, который гарантирует кировчанам их права и отстаивать их интересы. Ну, а в Новой Думе есть возможность в случае избрания каких-то достойных мужей приобрести такого человека, который возьмет на себя эти функции? Или по-прежнему нет? Ну, вы сегодня обсуждаете Василия Куприяныча. Нет, мы его не обсуждаем. Мы просто называли его в числе других кандидатов, которые уже заявили о том, что хотели бы стать главой. У нас есть еще Валерий Васильевич, например, и другие ребята из ЛДПР, например, и «Единой России». Подожди, подожди. Я специально внимательно смотрел списки все. Просто мне интересно, я живу в этом городе, кто все-таки может быть этим человеком, который спасет наш город от того безобразия, в котором он сегодня находится. То мы сегодня видим, что там реально высказался открыто, не испугавшись только Василий Куприяныч Сураев. Первое. По слухам, конечно, очень хочет и мечтает Валерий Васильевич Креповский. Хорошо бы он сделал заявление все-таки. Да, да. Но это не вы с ним в стиле там делаете. Второе. Третий уже есть кандидат. Вы не сбрасывайте сегодняшнего главу города господина Владыкина. Да? Он тоже есть в списках. И я думаю, что его кто-то тоже может в каком-то варианте рассматривать. В том числе и я не исключаю, что это может быть кандидатура, которая понравится губернатору, который будет избран 10 сентября. Мы-то вскоре не сбрасываем Владыкина. Это не наша задача. Да. И четвертое. Вы еще не забывайте, что идет Елена Васильевна Ковалева. Она тоже идет по первому округу. Это бывший министр финансов, замгубернатора. То это тоже как бы одна из фигур, которая может и вполне может рассматриваться на эту должность. Просто в открытую и смело сказал, что я готов только один человек. А все остальные сидят под одеялами и смотрят, как все происходит. Ну, это как раз и связано с тем, что у нас нет прямых выборов, поэтому они все равно ждут. Да, да, да. Николай, я полностью согласен, что это вот как раз та история, когда мы покупаем кота в мешке. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Русских. О том, какой нам нужен мэр и кто сейчас, возможно, претендует на этот пост, через полминуты. И вы сможете присоединиться к нашему разговору 211-101. Какой вам нужен мэр, граждане? Выборы без интриг или интрига без выборов? Насколько интересной будет борьба за место в городдуме? Мы сейчас с Николаем будем рассуждать. А от вас ждем звонков и определений. Какой вам нужен мэр? Телефон у нас 211-101, как всегда. И не забывайте нам позвонить и высказать свое мнение. Потому что этот мэр, он не только для нас и с планой, да? Он человек, которого, возможно, изберет городдуму. Он будет, собственно, управлять городом пять лет для всех для нас. Ты ходишь на выборы, скажи. Конечно, я всегда ходу на выборы, да. И в этот раз ты пойдешь. И в этот раз я пойду, хотя я буду 9-го в Москве, на 10-го я успею поголосовать. А ты знаешь вот эту всю историю? Люди говорят, ты чего я пойду? Все давно уже, значит, предрешено. Кого захотят, того и поставят. А вот нынче, кстати, вот в этом году, у меня такое ощущение, что ситуация немножко меняется. Есть за что поспорить на самом деле. И пойти проголосовать за кого. Кстати говоря... Ты имеешь в виду выборы именно в городскую думу? Городскую. Сейчас о городской думе говорим. Вот о фамилии, которые назвал Дмитрий Русских, который звонил буквально до перерыва. Елена Ковалева. Очень достойный, сильный кандидат. И к тому же красивая женщина. Красивая женщина, умная. Лицо города. Мало того, она что у нас возглавляла в правительстве? Министерство финансов, извини. Вот хозяйственник, да? Господин Владыкин тоже можно оценить, как устойчивая его позиция. С опытом работы с каким? Нравится? Нет. Господин Крепостнов, который, возможно, заявится. Посмотрим, я не знаю. И господин Сураев, который уже заявился и определился. Если же здесь делать трусы, они не обязаны заявляться-то. Они просто идут в депутаты. Ну, круто было бы, если бы они так же заявились. Я готов. Ну, смотри, Василий Куприянович заявил, и сразу какая пошла волна. Вот у нас есть телефонный звонок 211-101. Алло, добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лия Сергеевна. Высказывайтесь, Лия Сергеевна. Я считаю, что основа основ для нашего города – это сделать системы отопления, водоснабжения, канализации. А потом уже все остальное. Потому что вот мы живем в центре, но мы живем как вот в средние века. Вечно без горячей воды, с отоплением проблемы, бойлер гнилой. Вот надо сначала это сделать и еще чистую воду пить. Вот. Над этим нужно работать. Конечно, красота нужна. И для детей надо. И много-много чего. Но мне кажется, это основа основ, что нам надо заменить вот эти системы, трубы. Коммуникации. Коммуникации, да. Здоровые современные коммуникации. Да, да, да. Это основа основ. Без этого просто, ну, совершенно никакие цветы не помогут. Понятно, Лия Сергеевна. А какой вам… Вот мэр должен заняться этим. А сам по себе, какой это должен быть человек, с вашей точки зрения? Это должен быть человек очень порядочный. Угу. Вот. Это самое главное, чтобы у него была, ну, вот, совесть. Чтобы он болел душой за город. Вот. Ну и, конечно, профессионал. В смысле, у него должны быть достаточные знания. Он должен быть образован надлежащим образом, чтобы он мог руководить городом. Лия Сергеевна, для вас лично имеет значение партийная принадлежность кандидата? Нет. Это нет. То есть должен быть образованный, совестливый, умный, порядочный человек. У которого болит душа за свой город и за людей. У которого совесть есть, как вы уже правильно сказали. Спасибо, Лия Сергеевна. Спасибо большое. 211-101, номер телефона прямого эфира. Прекрасный совершенно, мне кажется, комментарий. Я бы тоже такого хотела. Ну, так это, опять же, возвращается то, что человек должен понимать в этом хозяйстве. Иначе сама знаешь, что будет, да? То есть человек должен знать, должен понимать. И не просто там в общих чертах. Хорошо глубоко нырять в это дело и знать, как все это устроено, как это работает. Я тут, когда Лия Сергеевна сказала про коммуникации и про трубы, когда она сказала, сразу же, коль вспомнила твою вчерашнюю публикацию, которую мы тоже разместили на своем сайте. Называется она элитопольская дивизия, но я сейчас не к тем раскладам по политикам, которые ты там представил, а как раз по взаимоотношению с теми, кто трубами владеет или эти трубы прокладывает, доставляет нам тепло, воду и прочее. В таком случае получается, да, что мэр, он должен очень грамотно, политически грамотно и финансово выверенно вести диалог с очень крупными и серьезными олигархическими в том числе структурами. Это мы возвращаемся к вопросу о том, должен ли он быть политиком, потому что это вопрос уже политический. Больше, чем хозяйственник, ты считаешь? Да, потому что можно выстроить отношения очень грамотно с вот этими вот крупными энергетическими структурами, надо очень грамотно выстроить отношения с руководством региона, потому что все это взаимосвязано, эти структуры, они здесь не просто так пришли, да, они имеют свои интересы очень давно. Поэтому как бы политикам он, в основном, быть должен. У нас вот есть, может быть, другое мнение. 211-101, мы принимаем звонок, добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр. Да. Вот. Я бы хотел свое видение, как бы, посмотреть на счет мэра. Выключил звук на радио. Вот. Мне кажется, что должен быть какой-то испытательный срок. То есть, вы знаете, как на работу, то есть мы же принимаем на работу директоров, то есть он должен быть профессионал в своем деле. Мы не принимаем на работу директоров обычно. Нет, нет. Я говорю, что берет, как кто-то принимает на работу директора. То есть у него есть какие-то должностные инструкции, обязанности. То есть что он должен выполнять на своей работе. Ведь мэр это работа, правильно? Он получает зарплату. То есть это... А то так лотерея получается. Мы выбираем. Это можно любого человека... Александр, мы не выбираем. Речь идет о депутатах, которые будут выбирать. Ну, мы выбираем депутатов. У Александра правильная позиция. Он хорошо сейчас скажет, мы выбираем. Я вот согласна с ним. И с другой стороны, Александр, смотрите, депутаты выбирают себе как бы по большому счету главу Думы, да? Он становится главой Думы. Понимаю, я понимаю. Но мы не знаем, кто такие депутаты. И понимаете, что они выбирают. То есть мы зависимы от них, получается. И получается так, что они по большому счету могут через год его переизбрать. Им никто не запрещает это сделать. Вот. А вот Александр предлагает, что как раз и был бы конкретный испытательный срок. Да, вот понимаете, что у него есть обязанности. Ну, обязанности. Понимаете, он должен делать вот это, вот это. Если он делает больше, значит, мы рады. Город просто доволен мэром. А если он не выполняет хотя бы, ну, 50% то, что он должен делать, значит, его надо убирать. Сейчас такой тест, Александр. Знаете, кто сейчас у нас глава города со стороны Думы? Вы знаете, я не знаю. Здесь все меняется. Хотя я сам руководитель. Я абсолютно не интересуюсь. Не знаете? Не знаете? А главу администрации города вы знаете? А главу администрации города кто у нас? Я помню, Быков был. Да, его убрали. Сейчас как бы кто там, я не знаю. Как бы не критиковали Владимира Васильевича, его знали все. Я не критикую. И помню, что это тогда. Вот у нас есть, есть у нас глава Думы. Это господин Владыкин. Да, он сейчас как бы исполняет обязанности главы города. Он уже, уже больше полугода он глава. И это ведь показатель, что его не знает житель города. Конечно, конечно. Это негативный показатель. Какие у него задачи вообще стояли, стоят и будут стоять. А должно быть, понимаете, люди должны знать, что он выполняет. Если он не выполняет, люди просто смотрят и говорят, а что ты выполнил? И еще знаете, какой у меня вопрос к вам, Александр? У нас есть, у нас некоторые главы и разные высокопоставленные чиновники, в том числе и главы города, они не выходят к народу и не дают интервью, не приходят в СМИ. Они говорят, нет, мы будем просто работать, что мы должны тут рассказывать? Прямо как один в один, вот мы недавно обсуждали эту тему с моим отцом. Он руководитель. Вот, я ему говорю, ну, говорю, смотрите, выбирается как бы человек. Я, какая-то вообще страшная там политика, выбирает, не выбирает, я говорю, как человек голосует, как он должен просто создать город. Вот, дайте, это была программа, это вот, ну, жители скидываются, потом кому-то асфальт строят, кому-то строят. Представляете, у нас главный бухгалтер говорит, а я не буду строить, потому что у нас асфальт не около нашего дома. Я говорю, а ты разве не ходишь по Лениной улице, не ходишь по, ты что, около Собокрусового дома? И вот так все, люди ничего не знают, никто не агитирует. Он свою программу не вызывает, то есть он должен в каждом районе депутат собрать, или просто даже никто не придется взять микрофон. То есть вы считаете, я правильно вас поняла, Александр, что главы и высокопоставленные чиновники обязаны выходить к людям, выходить в СМИ и рассказывать о своей работе. Они должны, по-русски говоря, отчитываться перед тем, кто их... А будущее работать, а потом мы должны оценить, прийти и просто убрать человека, если он некомпетентен на этих вопросах. Вот и все. Спасибо. У меня сама строгая политика, как бы, к самому себе и к людям, которые занимают руководящие должности, которые ответственны за все. Но если человек не выполняет, он безответственный. А если еще и тут воровство, коробка какая-то, то есть гнать поганой метлой. Я вообще думаю, почему нету вот, знаете, как раньше была каторга, пешочком прошел от Москвы до Сибири, вот это какой-нибудь губернатор, знаете, и я думаю, что сразу же меньше стало. Спасибо, Александр. Спасибо, Александр, да. Спасибо, Александр предлагает вернуть каторгу. Кандальную дорогу такую, да. Мы сейчас прервемся на две минуты, это надо переварить. У нас реклама 211-101. Вы сможете звонить сразу же после рекламы и говорить, какой вам нужен мэр. 211-101. Мы обращаемся к нашим слушателям, к вам, дорогие слушатели. Какой вам нужен мэр? Какой он должен быть как человек? Какой он должен быть как правитель? У нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день. Алло, это Александр. Да, Александр, пожалуйста. Я что хочу сказать. В свое время на экранах телевизоров, да, он и сейчас идет, был фильм такой, играет Голубкина. Ее назначили директором ресторана, а ее заместитель был Попанов. И, в общем, там хорошие актеры, и, в общем, она стала перестройку делать этого ресторана. Она пригласила молодого художника, который сделал интереснейший эскиз современный. То есть они переделали ресторан. Но дело в том, что она столкнулась с этими, как бы, с прошлым, со стариками, которые не давали этого делать. Ну, в общем, хотели оставить одни колонны, как они были. То есть она сделала ресторан таким современным, молодым. К чему я разговор веду? А к тому, что нам нужен мэр молодой, красивый, который не побоится, как бы, с большим размахом, как говорится, творчества, с размахом достижений современного. И который не побоится поехать к мэру Казани, Медшину, и посоветоваться с ним. Вот скажите, как мне вот сделать в Кирове вот это с нашими финансами? Что нам сделать? Вот это. Я думаю, что вот все мэры, которые сейчас назначаются, ну, например, этот директор молокозавода, кажется. Вот. Я думаю, что не поедет он к этому Медшину. Они все сами с усами. А это еще неизвестно, с какими они с усами. Так что вот хотелось бы современного, молодого. Да. И, кстати, первым шагом мэра это собрать молодежь. Собрать молодежь в большом зале и сказать, почему вы уезжаете из Кирова? Вот объясните, почему, чем вам не нравится город Киров? Внешне. Что нам надо изменить в городе, что вы оставались? Вот когда такой мэр появится, тогда мы и город не узнаем. Спасибо большое. Прекрасно совершенно. И ведь не поспоришь. Не поспоришь. Красивый хорошо, когда мэр. Молодой хорошо, когда. Когда новые подходы, когда общаются с молодежью, хорошо. Вот есть тут, кстати, зерно-то, вот все-таки, теперь вот червь сомнений, вам не понимаешь, прогресс больше. Я, опять же, Светлана, вспомнил, как мы с тобой изображали руководство города на Баркемпе. Как раз мы общались с молодежью, которая выступала в качестве главной такой инициативной силы. Кстати, да. Речь же шла о том же самом, как сделать так, чтобы из города не уезжала. На журналистском слёте на Баркемпе у нас была такая задача. Мы с Николаем изображали глав города. И, кстати, тогда многие задвигали тему, что должна быть женщина. Между прочим, я ничего против этого не имею. Должна быть женщина, наконец. А у нас есть вот Елена Васильевна Ковалева красивая. Когда человек говорит о том, что он был красивый и молодой, там слово молодой, оно уже относительно. Женщины не бывают старыми, ты же понимаешь. И в этом отношении Елена Васильевна прекрасно просто приходит. Ну, и-то кроме Елены Васильевны там ещё есть. Вот хотелось бы, чтобы побольше людей, вот понимаешь, мне всё-таки понравилось заявление господина Сураева. Особенно, что оно было сделано здесь, в этой студии. Я бы хотела, чтобы Елена Васильевна пришла, Валерий Васильевич пришёл, ещё кто-нибудь пришёл. Десять человек и сказали, я готов возглавить город. Вот. Почему? Потому что, потому. Вот поэтому, поэтому, поэтому. Разложил, задачу поставил. И дальше мы уже понимаем. Вот тогда уже, как Александр говорит, испытательный срок понятен зачем. Потому что он в этот срок должен договориться, там, да, с Т-плюс, там, трубу переложить, это ещё что-то сделать. Вот. И тогда будет понятно, действительно. Значит, вот, ну, последнее предложение. Молодой, красивый, современный. Светлана, 201, 101 телефон работает. У нас снова звонок. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Антон, меня зовут. Антон, какие у вас мысли по поводу нашего мэра? Я по поводу голосования, да. Хозяйственник, политик. У нас же две должности. Глава города и глава администрации. По-моему, уже в самом описании должностных обязанностей, грубо говоря, этих должностей, есть описание, что глава города должен быть политиком, глава администрации должен быть хозяйственником. По-моему, по сути говоря, исполнительными действиями занимается глава администрации. Ну, сити-менеджером. А глава города должен как раз, как говорил один из предыдущих слушателей, да, должен объяснять, почему администрация города делает именно так. Я думаю, он должен не только объяснять, а еще и определять политику администрации города. Нет? Городская дума у нас для чего избирается? Для того, чтобы определять, да, вот направление развития города. Так, Антон, из того, что вы сказали, я поняла только одно. То есть одну прибавочку к той характеристике, которую давали слушатели до вас. Он должен уметь говорить, доносить позицию и определять позицию. Нынешний глава города вам нравится в смысле вот этого говорения? Как он презентует политику? А где он? Не знаю, может, вы где-нибудь видели его? А как его зовут, Антон? Ну, я знаю, что его зовут Владыкин. Я знаю, что он бывший глава больницы, потому что я отношусь к этой больнице. Оттуда я его знаю. Красно. Ну, и как он вам, как глава города? Ну, никак, абсолютно никак. То есть, если Перескоков еще где-то видно, он что-то пытается объяснить, что-то пытается про дороги рассказать, то я вот тут, а у Владыкина помню только усы. Усы я тоже сразу заметила. Усы я тоже, да, когда еще только представили, усы у него классные, да, хорошие такие усы. Все понятно? Антон, спасибо, да. Спасибо, 211-101. Позиция тоже понятна, что... Говорящий. Говорящий. И разговаривающий, и слышащий. И Антон правильно заметил, что вообще-то у нас два, у нас же двуглавие сохранили в городе, у нас как бы два человека, и у каждого должны быть свои функции. И я хотел бы еще, когда вот говорили насчет испытательного срока и говорили об обязанностях, я хотел бы напомнить, что у нас, к сожалению, у руководящих наших работников нет обязанностей. По всем законам, по всем делам у них есть полномочия, у них есть компетенции, а вот обязанностей у них нет. Поэтому как бы спросить с них за неисполнение обязанностей, к сожалению, невозможно. Есть телефонный звонок 211-101, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Казаков Роман Николаевич. Здравствуйте, Роман Николаевич. Вот, что хочу сказать. Самое главное, два критерия для нашего будущего главы, администрации или города Кирова. Во-первых, чтобы он был человеком, настоящим человеком. И во-вторых, чтобы он умел пользоваться головным мозгом. А то прислушиваясь на совещании и выступает в перескопах и говорит, я не люблю одуванчики, пусть их в городе не будут. Но это же идет не от ума, а от его я хочу и все. То есть это же смех. Смех в зале, все смеются в кулак, а он это утверждает. Чтобы этого быть не должно в нашем, в общем-то, неуклюзном, но славном городе. С вами тут трудно не согласиться и насчет одуванчиков. И, конечно, моя любимая фраза «хвастить издеваться над людьми, положить деревянные тротуары». Это тоже Перескоков как-то сказал. Спасибо, Роман. Кстати, недавно был на этом месте, там сейчас асфальт. Спасибо, Роман. 211-101. Какой вам нужен мэр? Опишите его с точки зрения правителей, с точки зрения человеческих качеств. 211-101. Я, кстати, хотел бы еще напомнить, что у нас есть еще один комментарий под нашим опросом, где конкретный человек. Опрос ВКонтакте. Да, ВКонтакте. Он конкретно пишет пять пунктов. Новый глава города должен быть двое точие. Во-первых, хозяйственникам. Во-вторых, политикам. В-третьих, стратегам и тактикам. В-четвертых, дипломатам. И, в-пятых, уметь прогнозировать управленческие решения. Что я, наверное, поставил бы лично на первое место. Потому что то, чем отличались наши предыдущие власти, это неумение прогнозировать. То есть решения-то они принимают, а что после этого последует, через полгода, через год. Так они равняются-то на кого? В каком плане? В этом плане. В смысле равняются? Принятие точечных решений здесь и сейчас. Ты с этого начал программу. Коля, умение прогнозировать последствия своих решений и заявлений, мне кажется, это вообще не про нас. А, Коль? Ладно. Не будем грустить. 211-101. Пожалуйста, звоните, описывайте вашего мэра, каким он должен быть, как человек и как хозяйственник. И, может быть, уже какие-то свои предпочтения выскажите. И, кстати, Свет, хотел бы, конечно, с тобой согласиться. Дело в том, что если бы на самом деле не только Василий Куприянович объявил честно о своем желании, объявили бы другие сильные политики об этом. Это, во-первых, сильно бы активизировало электорат перед выборами. Потому что тогда бы вот эта борьба за непонятных депутатов сменилась бы. Наконец-то лица бы приобрели. Появилось бы именно лицо будущее. Хотя бы так примерно прорисовалось и было бы гораздо интереснее. И вообще, ты знаешь, мне не нравится вот эта позиция. Противцы очень любят говорить. Как, значит, партия скажет, так я и поступлю. Это, ребята, не про главу города. Это вы личное решение должны принять для себя. Потому что вы лично, а не ваша партия, будут отвечать перед людьми. Потому что личное решение должно здесь главенствовать. Потому что человек должен хотеть быть главой города. Именно хотеть. И добиваться этого, и готовиться к этому. Я не хочу быть руководителем. Меня вот вчера только избрали. Я не готов. Дайте мне годик. Я буду еще это в дело входить. И вот это, кстати, практика такая порочная. Чем дальше, тем больше. Мы еще не поняли. Вот нас прислали сюда. Вот нас назначили. Это неправильно. Человек, который идет занимать какое-то место. Ну как вот у нас в обычной такой работе, не в высокой. Если идешь на какую-то должность, ты идешь ее исполнять. То есть ты с первого дня должен ее исполнять. Независимо от того, день ты работал или два. А здесь у нас как-то странно. Там сто дней, полгода. Когда такая позиция, ты понимаешь, занимается, что я, значит, просто поставлен сюда исполнять. Сразу вопрос. Кем ты поставлен сюда исполнять? Ты же вроде через выборы прошел. Тот, кто тебя поставил, он-то ни за что не отвечает. А ты вроде как я поставлен, и тоже ни за что не отвечает. Вот такая история. Кем ты поставлен? С кем ты взаимодействуешь? На кого работаешь, брат? На самом деле мы с тобой, Свет, говорим о том, что, конечно, надо возвращать прямые выборы мэров. Прямые выборы мэров. А что там, Коля, у нас законодательство? Мы можем в отдельно взятом регионе прямые выборы? На самом деле это вполне себе предусмотрено. Но я не знаю, как-то вот. У нас, когда принимают региональные законы, почему-то считают... Надо будет депутатам областного законодательного собрания позадавать такие вопросы, когда они сейчас будут приходить. Почему вы, товарищи, об этом не думаете? Вот граждане нам звонят и просят, а вы? Потому что федеральный закон, насколько я помню, предполагает три варианта появления вот этих глав муниципальных образований. Но почему-то на региональном уровне у нас это выбирают. Такой вот кулуарный. И поэтому назначенцы? Фактически-фактически получаются назначенцы. Поэтому глава города назначенцы. И тот, и другой получается. Ну что, у нас сложился с тобой какой-то итоговый портрет мэра, который хотят наши слушатели? Я думаю, было предложений много. У каждого из нас свой сложился. Вот тебе больше понравился молодой и красивый, условно говоря. Да почему? Мне, может быть, больше понравился политик, который умеет прогнозировать управленческие решения вне зависимости от возраста и наличия усов. Ты посмотри, как ты разделила. Я просто помню твои эмоции. Потому что когда заговорили про молодого и красивого, я больше отреагировал на женщину, между прочим. На женщину, безусловно, свет. Да. Я бы как бы совершенно не против того, чтобы мэр города был женщиной. Вообще, хорошее качество назвали, конечно же, человек с совестью, порядочный, образованный, умный, который смотрит в будущее, умеет слышать, слушать, учиться у своих коллег из других регионов, который готов говорить с молодежью и реагировать прежде всего на ее запросы. И который, свет еще закончил красивый, который любит этот город. Который любит этот город. На самом деле, и его жителей. Да. Ну, спасибо вам, слушатели, что вы звонили. Мы сейчас прерываемся на длинное, на длительное время. У нас будут новости, тематические программы и реклама. А в следующем часе мы будем с вами говорить о джаз-фестивале, который открывается сегодня. Сегодня? Да.